Сгодно с заручением старшине Аблова-Конкама, что год на Гомичине проводится комплексная добропорядка для некоторых населенных пунктов, в 2017 году этот список второпиловедка. Была отдельная значительная позиция, которую не отрывалось реализовать в минулом году – будовництво плавленного бассейна. Плавленный бассейн – социально значительный объект, которого у ВИЦа не было никогда. Его необходимость пламажется некоторыми причинами. Напомню, самое главное из которых – потреба у оздоровления населенства, которое проживает на потерпелых территориях. Будовництво бассейна распространилось в минулом году. Завершить плануется все это. Объект будет размещен на центрального городского стадоёна, что дозволит створить у ВИЦы сучастный спортивно-оздоровленческий комплекс, различенный на жахару у всех взрослых. К сожалению, на данный момент у нас в городе нет бассейна. И потому очень остро стоит вопрос об обучении детей плаванию. С открытием нового бассейна в нашем городе, я думаю, мы эту проблему решим. И все школьники нашего региона, как городские, так и сельские, будут обучены плаванию. Зараз тут ведутся будовничные работы, которые планируется завершить в этом году. Огульный кост проекта – 2 млн 460 тыс. рублёв. Заказчиком выступило областное управление капитального будовництва, генеральный подрядчик ПМК-160 Гомельского областного будовничного треста. Непосредственно проект Ветковского бассейна распроцвали в институте «Гомель-Абурбуд» проект. На протягу нескольких месяцев над им практически одночасово працовали нескольких групп, которые предусмотрели всё – от пытания вода и тепла за обеспечение объекта до его архитектурного обличия. В институте кажут, что особенных проблем подчас проектования не было, а лепые непредбаченные обставины на кстат повышения уровня грунтовых вод возникали, а ли теперь все пытания выражены, и уже можно сказать, каким будет Ветковский бассейн. Тим больше, докладно, блок бассейнов. Бассейн будет размещать в себе две чаши. То есть это чаша для оздоровительного плавания взрослых длиной 25 метров на 4 дорожки и малая чаша для обучения детей плаванию. То есть там будут две группы детей от 7 до 10 лет и от 10 до 14.